Добрый вечер на телеканале НЕСЕЙ новости, в студии Александр Дьеков и в начале выпуска коротко о главных событиях дня. Губернатор Виктор Толоконский провел совещание с членами Союза строителей края. О каких проблемах говорили на встрече и какие тезисы лягут в основу доклада главы региона на госсовете в Москве. 13 апреля мы соберемся в Екатеринбурге. Я думаю, что эти материалы будут все-таки концентрированы и уже содержать в себе структурированные системные предложения. В эти выходные в Красноярск придет настоящая весна. Какой из дней на предстоящей неделе будет самым теплым и какую погоду обещают синоптики в апреле? По центральным и южным районам ожидается среднемечная температура 0,3. Тысяча собраний за один месяц. Красноярцы решают, остаться ли им в жилфонде или перейти в другую управляющую компанию. Есть ли у них альтернатива? Мы бы хотели, чтобы эти собрания проходили не в таком параметре, когда приводят только представителей жилфонда и говорят, вот люди, это то единственное, что вам нужно. На столбах броячие псы уничтожили поголовье косуль и устроили охоту на морала. Как сотрудники заповедника борются с нашествием собак и есть ли угроза для туристов? Сейчас вот меньше вроде стало, а вот раньше я видел и по две, и по три собаки. В селе Субботино на юге края обучают настоящих робин-гудов, как школьники осваивают мастерство лучников и в чем особенность этого древнего оружия. Я считаю, что стрельба из лука намного лучше и практичнее стрелы из огнестрельного пистолета, потому что здесь нет долгой перезарядки. В преддверии заседания Государственного совета, который состоится весной, губернатор края Виктор Толоконский провел встречу с представителями Союза строителей Красноярского края. Глава региона возглавляет экспертную группу, которая должна подготовить доклад о ситуации в строительной отрасли регионов и предложить президенту Владимиру Путину пути решения накопившихся вопросов. В ходе совещания местные строители обозначили губернатору ряд проблем, которые требуют скорейшего решения. Виктор Толоконский отметил, что они будут учтены при работе над итоговым текстом доклада. Материал пока еще сохраняется очень большим, но надеюсь, что к следующему заседанию рабочей группы она пройдет, вероятнее всего, в первой половине апреля. Думаю, что 13 апреля мы соберемся в Екатеринбурге. Я думаю, что эти материалы будут все-таки концентрированы и уже содержать в себе структурированные системные предложения. В Краевой центр приехали представители туроператоров из Китая. Подробно об этом расскажем далее в выпуске. Дикий случай в микрорайоне Солнечный в Красноярске. Там неизвестная женщина подкинула маленькую девочку к дверям детского развивающего центра. Сейчас полицейские просят помощи в розыске родителей или родственников ребенка. По словам работников Дома творчества, накануне около 9 часов вечера в дверь позвонила молодая женщина и сразу убежала. На пороге она оставила девочку примерно трех лет. Сейчас малышка в больнице, она здорова, но рассказать что-либо о своих близких не может. Ребенок был одет в голубую куртку, красные штаны, бело-синюю кофту с рисунком кораблика. Рост около метра, глаза карие и всех, кто располагает хоть какой-то полезной информацией, просят позвонить в полицию. Ребенку около трех лет, рост ее 90-100 сантиметров. Она очень плохо говорит, ничего не может объяснить, ни свое имя, ни имя мамы, ни папы, она не знает. На каком она состоянии? Она испугана, она плачет? Она не испугана, она довольно-таки, видно, что ребенок домашний, то есть ухоженный, что благоприятный, видно, что ребенок благополучный. Сотрудники полиции сейчас проводят ряд следственных мероприятий, распространяются ориентировки в детские дошкольные учреждения, в детские поликлиники, на что мы тоже просим обратить внимание. Возможно, воспитатели или детские врачи-педиатры знают данного ребенка и владеют какой-либо информацией о местонахождении ее родителей. А вот 12-летнюю девочку, пропавшую в Красноярске два дня назад, нашли живой и невредимой. Напомним, ребенок не вернулся домой со школы 9 марта. В районе 6 вечера она села в автобус номер 32 на остановке улицы Перенсона, доехала до микрорайона Покровский и там вышла. Вскоре после этого телефон ребенка стал недоступен. Накануне вечером волонтерам позвонил мужчина, который сообщил, что увидел ребенка в подъезде жилого дома по улице Копылова. Сотрудники полиции выехали на место и обнаружили пропавшую школьницу. В отношении нее противоправных действий совершено не было. Тем не менее, доследственная проверка по ее уходу из дома продолжается. В рамках доследственной проверки следователи опросят ее, ее родителей, одноклассников, учителей, с той целью, чтобы выяснить, какая конфликтная ситуация предшествовала уходу ребенка из дома. Если такие данные будут установлены, значит будут приняты меры, направленные на помощь в этой ситуации. Пока девочка контактная, сообщает, что с родителями она не конфликтовала, все достаточно благополучно. Были некоторые конфликты межличностного характера в отношениях с одноклассниками. Другим темам. Около тысячи собраний собственников жилья меньше, чем за месяц. И почти на каждой из таких встреч красноярцы обсуждают, остаться ли им в жилфонде или уйти в другую жилконтору. О смене управляющей организации жители задумались после того, как узнали о банкротстве сразу нескольких дочек жилфонда. Есть ли у людей реальная альтернатива, узнавал Андрей Старадым. Большинству красноярцев, в общем-то, безразлично, как называется их управляющая компания. Главное, чтобы дворы были чистыми, в подъездах вовремя убиралось, а в квартиры бесперебойно подавались вода, электроэнергия и отопление. Однако из-за банкротства группы компаний, входящих в жилфонд, собственникам жилья все-таки придется сделать выбор. Вот собрание домоуправов некоторых домов Центрального района. Здесь представители жилфонда убеждают людей, чтобы они рассказали собственникам жилья о преимуществах перехода из обанкротившихся компаний в головную, свободную от долгов. У управдомов появляется много вопросов, и главный из них – есть ли альтернатива жилфонду? Мы бы хотели, чтобы эти собрания проходили не в таком параметре, когда приводят только представители жилфонда и говорят, вот люди, это то единственное, что вам нужно. Мы бы хотели, чтобы приходили представители разных компаний и давали людям выбор, какую бы компанию выбрать, чтобы люди знали, какой в компании какой тариф, что предлагается, что будет, что нам вообще ожидать от этой жизни дальше. Проведя около тысячи собраний, в жилфонде не готовы сказать собственники, какого количества домов приняли решение о выборе другой управляющей компании. Но пока в головную управляющую компанию жилфонд перешло совсем немного домов. На 1 марта под управлением ГУК жилфонда находятся три дома, включенных в лицензию службы строительного надзора. Порядка 50 договоров управления передано в службу стройнадзора для постановки в лицензию на текущую дату. Под управлением группы компаний, входящих в жилфонд, находится более 4 тысяч домов. Около 80% из них это дома старше 30 лет. И эти дома практически не представляют интерес для частных управляющих компаний, так как обслуживать их почти нерентабельно. Может быть поэтому особой альтернативы у собственников сейчас нет. Декларативные заявления жилфонда о том, что они готовы их взять, не говорят о том, что эти дома будут содержаться лучше, чем они содержатся сейчас, даже за большие деньги. Поэтому большее количество организаций возможно муниципальному образованию, как мы предлагали с 2014 года, следует создать сеть муниципальных компаний для того, чтобы подобные дома подхватить. Возможно, то есть каким-то образом стимулировать частные организации, чтобы они активнее шли. Сейчас они такой инициативы не проявляют, но тем не менее обращение всегда можно направить. Тем не менее у людей есть выбор. В случае, если собственники на собрании примут решение о выходе из жилфонда, а другой заинтересованной управляющей компанией не найдут, то муниципалитет обязан будет провести аукцион по выбору управляющей компании без учета мнения жителей. Но совсем другая ситуация с многоэтажными домами в хорошем состоянии. За них сейчас идет самая настоящая борьба частных управляющих компаний. И по заявлению представителей некоторых из них, они сталкиваются с противодействием со стороны жилфонда. В этой теме всю неделю разбирались наши коллеги из программы «Итоги», подробный спецрепортаж и разговор в студии экспертов. Об этом смотрите на нашем канале в воскресенье 13 марта в 18 часов 30 минут. Андрей Стародым, Максим Галат, Денис Томышенко. Новости. Жители аварийного дома на улице Прибойной отказываются переезжать в новые квартиры. Ветхое и небезопасное здание согласились покинуть две трети собственников. Остальные заявляют, что им предложили неравноценный обмен. Например, двухкомнатную квартиру вместо трехкомнатной. Не устраивает людей и новые адреса. Сейчас они живут в районе 4-го моста, а новое жилье находится в микрорайоне Водники. Сегодня в конфликтной ситуации приехали разбираться представители Департамента градостроительства Красноярска и депутаты. Специалисты тут же пояснили, что предоставить новые квартиры они могут только в том районе, где ведется целевое строительство домов. То есть как раз под переселение из аварийного фонда. А их не так много. Всего пять по городу. Переселять мы можем только в соответствии с федеральным законодательством. Значит, нанимателям мы предоставляем квартиры, которые не должны быть меньше общей занимаемой жилой площади и жилой в том числе и по такому же количеству комнат. Поэтому мы всегда предоставляем квартиры, которые общей площадью гораздо больше. Допустим, за 37 квадратов мы предоставляем 55 квадратов общей площади. То, что написано соответствующее обращение там и в прокуратуру, и в администрацию города, это понятно. Но на мой взгляд, на уровне этом, он вопрос может решиться без скандалов, без конфликтов. Понятно, что жилья у нас все равно нет в таком объеме, которым бы хотелось. Но если людей переселяем, значит мы должны удовлетворить их потребности. Но опять же, в соответствии с законом. В Краевой Центр приехали представители туроператоров из Китая. Делегация состоит из 26 человек. Главная цель визита – познакомиться с достопримечательностями города и края и оценить инфраструктуру, чтобы, отправляя к нам своих соотечественников, быть уверенными – отдых в Сибири того стоит. Подробности в сюжете Виктория Лопатайте. Китайский капитан за штурвалом русского парохода. Так гости из Поднебесной знакомятся с туристическими возможностями региона. Быто традиции сибиряков иностранцы постигают в прямом смысле через прикосновение. Эти люди представляют туристические агентства Китая, которые ориентированы на российский рынок. Пока их соотечественники предпочитают Москву и Санкт-Петербург. О нашем регионе они знают пока только из книжек. Еще в детстве я прочитала романы «Как закалялась сталь» и «Анна Каренина». С тех пор я влюблена в Россию. Но особенно важно для меня, что здесь жил и работал Ленин. Очень хочется, чтобы наши клиенты приезжали сюда, прочувствовали природу, как жил наш вождь. В Красноярске гости из Китая пробудут ровно два дня. За это время они посмотрят знаковые для города места – музеи, спортивные объекты, часовню на Покровской горе и театральную площадь. Итогом этого визита, как обещают китайские партнеры, станет первый организованный тур. Уже в июне 100 китайцев должны приехать в наш регион. Программа пока неизвестна, но край уже сейчас может предложить событийный отдых. Это фестиваль «Мир Сибири» в Шушенском, сибирская масс-минца в Сухобузенском районе. Но, как говорят делегаты, важнее посмотреть природу. Для нас Сибирь – это природная жемчужина. Здесь много рек, лесов, красивых пейзажей и сравнительно мало людей. И наши туристы делятся на две группы – тех, кто предпочитает историю, и тех, кто любит природу. Сибирь в этом отношении может удивить. Удивить природой мы можем и индусов. Возможно, в ближайшее время туроператоры из Индии посетят нас для такого же знакомства. Отдых в крае для иностранца обойдется от 20 до 100 тысяч рублей. Самые дорогие маршруты на севере. Большую часть стоимости тура здесь составляют транспортные расходы. Все наши международные партнеры крайне заинтересованы. И единственное, чего нам сейчас на данный момент, конечно, не хватает – это активного взаимодействия и, конечно, развития инфраструктуры, соответствующей у нас в регионе, чем мы, соответственно, будем заниматься в ближайшее время. В прошлом году три района края – Шушенский, Сухобуземский и Шарыповский – выиграли субсидии на развитие инфраструктуры. 12,5 миллионов рублей потратил край, чтобы приезжим захотелось сюда вернуться вновь. Подобный конкурс пройдет и в этом году. Главное, чтобы желающих участвовать в нем было больше. Виктория Лопатайте, Андрей Крупнов, Алексей Гусев. Новости. Кто стал лучшим учителем года? Расскажем после рекламы. Курорт озера Шира. Вековой опыт в вода и грязи лечения. Мы возвращаем здоровье. Телефон 8 800 564 65. Звонок и консультация бесплатна. Внимание! Антикризисные подарки в магазинах «Альда». При покупке многофункционального устройства или принтера «Эпсон» со встроенными емкостями для чернил. Подарочный сертификат от 1000 до 1500 рублей. Подарок с 15 февраля по 31 марта. Гипермаркет «Семья». Обновленный ассортимент по низким ценам. Огромный выбор мужской, женской и детской одежды, обуви и аксессуаров. Мы переехали. Ждем вас по новому адресу. Проспект Красноярский, рабочий 16, торговый комплекс «Крастец». Есть вещи, без которых можно легко обойтись. Но их так сильно хочется. Обратитесь в АТБ. Возьмите кредит «Просто 15». Побалуйте себя или своих близких. Осуществите мечту. Кредит «Просто 15». Единая ставка 15% годовых. АТБ. Банк простых и быстрых решений. Продолжаем выпуск. Депутат Государственной Думы России от Красноярского края Петр Пимошков намерен участвовать в выборной кампании. Сегодня он подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Для того, чтобы стать кандидатом в депутаты Госдумы, по условиям праймерис, претенденты подают заявление. Причем ими могут быть не только члены партии. Потом начинается предвыборная борьба с участием в дебатах и встречами с избирателями. Этот этап завершится голосованием 22 мая. Тогда и определятся те претенденты, которые станут кандидатами в депутаты. А выборы состоятся в единый день голосования – 18 сентября. Сейчас для участия в праймерис от партии «Единая Россия» по всей стране зарегистрировались более 500 человек. Как отметил Петр Пимошков, в числе первоочередных задач – работа над антикризисным планом, поддержка малого и среднего бизнеса, а для краевого центра важнее всего решить вопрос экологии. Потому что от этого здоровье, во-первых, каждого из нас зависит. Во-вторых, это качество жизни, это перспектива развития нашего города. Проблем много, их, кстати, никогда и не было мало. Но есть опыт, есть желание, если мы все дружно будем работать, мы сможем преодолеть те проблемы, которые стоят перед нами. В Красноярске выбрали лучшего учителя года. В этот раз поступило рекордное число заявок, а правила конкурса кардинально изменили. По одной номинации соревновались преподаватели математики, литературы и физкультуры. Кто стал лучшим, расскажет Ольга Тишинина. На этот раз учителя года выбирают по-новому. Все номинации разделили, ориентируясь не на предметы, которые ведут педагоги, а исходя из стажей учителей. И впервые победитель неизвестен заранее. Финальное состязание проходит прямо перед церемонией награждения. Они все уже победители, каждый в своей номинации. Кто-то в профессии недавно, другие уже больше 20 лет. Учителя начальных классов, химии, биологии, информатики. Независимо от специальности, теперь борются за главный трофей – звание учителя года. В финале педагоги обсуждают вопросы развития современной школы. После интеллектуальной баталии объявляют главного победителя. Учителем 2016 года стал преподаватель биологии из гимназии «Универс» Владислав Галимов. Ему вручили сертификат на полмиллиона рублей. «Осознания того, что произошло, в общем-то, пока нет. Есть такая оглушенность и, честно говоря, усталость очень большая. Но все-таки с ноября этот конкурс длится уже три месяца. Это очень тяжело, но очень интересно». «Вы уже думали, на что потратить этот приз?» «Да». «На что?» «На дачу». «Что собираетесь делать?» «Купить дачу. Я же биолог. В душном, задымленном городе для меня нужно какое-то окошко в природу». Победители в номинациях получили по 100 тысяч рублей. Участники подчеркивают, в этом году на конкурсе была очень сильная образовательная составляющая. Все они прошли повышение квалификации. Да и испытания были не из легких. Педагоги говорят, учатся всегда и рассказывают, за что любят свою профессию. «За 26 пар искрящихся глаз. За их непосредственность детскую, за доброту, за душевные отношения и за то, что они будут все-таки продолжателями нас, учителей». «Поздравляем! Поздравляем!» А вот так учителя года встречают в родной гимназии. Ученики признаются в победе своего педагога и не сомневались. Для них он давно самый лучший. «Мне нравятся его уроки из-за того, что он очень внятно и четко рассказывает. Никогда не… ну, если спрашивает кого-то, он никогда не перебивает, чтобы выслушать человека и всегда объясняет нам, если что-то непонятно». «Строгий учитель?» «Ну, не особо, но держит всех в кулаке». Кстати, впервые в этом году приз получила из школы, в которой работает лучший педагог, тоже 500 тысяч рублей. И она же станет хозяйкой конкурса в следующем году. Глава Красноярска говорит, этот конкурс не только дань уважения педагогам, но и возможность повысить престиж профессии учителя. Это тем более важно, ведь школьников в Красноярске с каждым годом становится все больше. Через 4 года количество учащихся увеличится на 30 тысяч, а значит, нужно больше учителей. «Отрадно отметить, что новые учителя приходят в школу. Молодые специалисты, выпускники наших образовательных учреждений приходят в школы. В этом году, в этом учебном году более 280 человек пришло в образовательные учреждения. Но нужно больше. Нужно сделать так, чтобы профессия стала более престижной, более интересной, более перспективной для каждого конкретного человека». Чтобы поддержать молодых специалистов в столице края, реализуют люготные жилищные и другие социальные программы. Успехи уже есть. Красноярск – один из лидеров в России по количеству молодых преподавателей. И специалисты говорят, желающих сеять разумное, доброе и вечное с каждым годом становится все больше. Ольга Тишинина, Павел Пателицын. Новости. В выходные красноярцев ждет по-настоящему весенняя погода. В субботу днем синоптики обещают плюс один, а в воскресенье уже 5-7 выше нуля. Плюсовые температуры сохранятся и в понедельник. В дневное время столбики термометров поднимутся до плюс шести. Аналогичная погода будет в центральных и южных районах края. Ожидается небольшой снег. В начале следующей недели в Красноярске возможен ветер до 20 метров в секунду. В целом, по данным синоптиков, в марте температура воздуха в крае на 10 градусов выше нормы. А вот апрель будет не таким теплым. По центральным и южным районам ожидается среднемечная температура 0,3. И это составит примерно около и на 1 градус выше среднемноголетних значений. Осадково ожидается около нормы и местами выше. Составит 17-35 миллиметров. В Красноярском заповеднике Столбы бродящие собаки устроили охоту на дикого морала. Уже несколько дней пять крупных особей преследуют дикое животное. А специалисты говорят о настоящем нашествии бездомных псов. Как инспекторы борются с незванными гостями и опасны ли они для туристов? Александр Ловицкий с подробностями. Гуляя по туристическим тропам столбов, то и дело натыкаешься на собачьи следы. Причем речь идет не о тех животных, которых посетители могли принести с собой. Специалисты установили, что заповедник стал регулярно подвергаться набегам целых стай бродячих собак. Сейчас по заповедным землям бродит около 50 псов. И это лишь те, кто попал в объективы фотоловушек. Собаки замечены не только вблизи туристических троп, но и в закрытых зонах, где обитают дикие животные. Буквально на днях камеры зафиксировали стаю, которая выслеживает морала. Ну и вот, пожалуйста, на этом месте, где практически всю зиму, все морозные дни обитали у нас моралы. Это четыре моролухи и один сигалеток. Вот на этом же месте тропили крупного морала пять взрослых, здоровенных, очень упитанных псов. Сотрудники заповедника говорят, такие незваные гости представляют серьезную опасность для диких животных. В 2010 году бродячие псы убили пять или шесть косуль. С тех пор популяция так и не восстановилась, а бродячие псы продолжают нападать на зверей. Осенью 2015 года был случай жертвы морала. То есть на моралы напали точно так же пять крупных особей, бродячих собак, которые зашли уже в закрытую зону. Но мы говорим о закрытой зоне, не о всем заповеднике, чтобы сразу все понятно было, а именно о закрытой зоне, которая примыкает к туристическому району. На туристов бродячие псы не нападают. Однако руководство столбов все равно предупреждает. Собаки, сбившиеся в стаю, могут быть агрессивными, так что лишняя бдительность не помешает. Сейчас вот меньше вроде стало, а вот раньше я видел и по две, и по три собаки. В общем, часто встречаются они. Так отбегают, людей вроде боятся, не нападают, ничего. Они приходят и наносят просто колоссальный вред заповеднику. Загоняют моралов, что по весне, что зимой. По словам специалистов, стаи бродячих псов приходят в заповедник из города. В последнее время их стало больше, ведь территория вокруг столбов активно застраивается. Чтобы обезопасить туристов и диких животных, инспекторы вынуждены периодически отстреливать бездомных собак. Они встречают собак, но собак они встречают, допустим, стаю, и вокруг нет никаких людей, тогда происходят биотехнические мероприятия, проводятся. Это отстрел животных при нападении. Однако инспекторы могут сдерживать лишь тех собак, кто уже попал на территорию столбов, чтобы полностью оградить туристов и диких животных от нападений, нужно зачищать прилегающие земли. По словам руководства заповедника, наиболее критическая ситуация в районах, примыкающих к частному сектору Слизнево, Роево-Ручья и Базаехи. Также не мешало бы ужесточить правила содержания домашних животных, ведь большинство собак, разгуливающих по охраняемым землям, были попросту брошены хозяевами. Александр Ловицкий, Андрей Крупнов. Новости. В парке Роев-Ручей в честь Масленицы приматов угощали блинами. Как прошли показательные кормления, узнаете далее. Курорт озера Шира. Вековой опыт в вода и грязи лечения. Мы возвращаем здоровье. Телефон 8 800 564 65. Звонок и консультация бесплатна. Рассмотрим, как цена на связь убывает, когда из рекламы звезда исчезает. Уберем весь гламур, кресло из кожи, охрану, фотографа, стилисты, сережу, меха-звезды, часы, браслеты. И вам не придется платить за все это. В общем, если звезду из рекламы убрали, связь той же осталась, а цены упали. Без звезд в рекламе связь дешевле. 90 рублей в месяц за быстрый интернет и безлимитные звонки на Теле2. Тариф черный. Честно, дешевле. Возвращаемся к новостям. На юге Красноярского края обучают Робин Гудов. В Шушенском районе открылась новая секция стрельба из лука. Школьники из села Суботина осваивают искусство лучников и изучают все тонкости и секреты этого древнего оружия. Как метко попадать в цель, расскажет Ольга Максюшина. Доля секунды и острый наконечник попадает в цель. Попробовав однажды, остановиться практически не можешь. Об этом говорят те, кто уже успели побывать в уникальном для юга Красноярского края лучном тире. Здесь жители села Суботина учатся владению луком. А опытные стрелки оттачивают свои навыки. Сегодня у нас пройдет занятие в реалистичной форме. Мы будем стрелять по горизонтальной мишени. Создатель клуба и главный наставник будущих Робин Гудов Сергей Гиренко увлекся стрельбой из лука 10 лет назад. Заядлый реконструктор понял, что пускать стрелы в мишень – чрезвычайно увлекательное занятие. Научился сам, а теперь передает знания другим. Не так-то это и просто. Плечи лука гнутся с трудом. Нужна сноровка и сила. Натянуть тетиву все равно, что поднять 20 килограммов. Обычный хват используется либо европейский – это хват с тремя пальцами, фалангами пальцев. Либо монгольский хват – это хват с зажимом. Натягиваем тетиву таким движением. Локоточек тянем кверху, прицеливаемся и отпускаем. Разжимаем пальцы. В теплые дни тренировки у клуба «Лукоморье» проходят под открытым небом, в местном Бару. Здесь начинающие стрелки оттачивают свои навыки. Я считаю, что стрельба из лука намного лучше и практичнее стрелы из огнестрельного пистолета. Потому что здесь нет долгой перезарядки. На самом деле попасть в мишень с первого раза мало у кого выходит. Антон Васильченко особой меткостью пока не отличается. Говорит, здесь нужна особая техника. Тренироваться так, чтобы каждый выстрел был идентичен предыдущему. Одинаковое натяжение и одинаковый спуск стрелы. Когда совсем маленький был, луки разные делал сам. А сейчас мы с ребятами делаем уже настоящие луки. Ну и интересно стрелять по мишеням, по-настоящим. Минимальный набор для начинающего лучника обходится стрелкам совершенно бесплатно. Луки и стрелы ученики делают сами в школьной мастерской. За обучение в клубе денег тоже не берут. Главное – желание. В лучную секцию ходит около 10 детей. От 13 лет и старше. Уже сегодня начинающие стрелки готовятся к масштабной ролевой игре, посвященной временам викингов, которая состоится летом в Абакане. Юные робингуды уже мастерят соответствующее обмундирование. Шлифуют стрелы и подумывают о пошиве средневековых костюмов. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости. Масленица в Роевом ручье. Сегодня сотрудники парка «Флоры и фауны» угощали блинами приматов. В свою порцию масленичного лакомства получили практически все обезьянки – макаки, мартышки и павианы. Блинчики они кушают всегда с удовольствием. И, как говорят зоологи, такая пища абсолютно безвредна для приматов. Рецепт блинов для них самый обычный, только сахар кладут чуть меньше. А зато эти угощения щедро мажут маслом и поливают сладким сиропом. На этот раз зоологи приготовили обезьянам и классические блины, и фаршированные – с творогом, ягодами и фруктами. Оказалось, что самцы больше любят фаршированные блины, а самки предпочитают самые обычные. Сегодняшний пир – это своего рода репетиция масленицы, праздновать которую в парке планируют в это воскресенье. Угостятся блинами не только люди, но и питомцы нашего парка. Причем, в том числе, хищники, например, угостятся мясными блинами. Это блины, вот мясные, в буквальном смысле этого слова, они будут сделаны из кластов мяса, украшенных определенным образом. Копытные моралы, например, угостятся блинами из тыквы. Это тонко порезанная тыква, тоже своеобразно украшенная. Ну, а, например, обезьянки, которые ближе всех к человеку, белокоготный медведь, помир, они угостятся настоящими жареными блинами. И птички наши, кстати, заморские, тоже угостятся жареными блинами. Но для птичек мы делаем по особому рецепту эти блины на основе кукурузной муки. Это было последнее сообщение выпуска. Телефон редакции для ваших новостей 236-01-36. Наши адресы в интернете енисей.тв. Далее смотрите прогноз погоды на завтра. Продолжение следует...